Всем добрый вечер, разрешите представиться. Зовут меня Хребунков Константин Юрьевич. Являюсь я, как всегда, преподавателем Центра компьютерного обучения «Специалист» в области 3D Max и V-Ray. По совместительству являюсь сертифицированным специалистом в этих двух областях, являюсь сертифицированным тренером. В рамках наших достаточно частых семинаров рекламных тема была заявлена как «Ландшафтный моделинг». Все как обычно, все как всегда. Когда заявляешь тему, думаешь об одном, потом проходит пару месяцев, ты все это передумаешь. В общем, суммарно мы сегодня ориентируемся на вот такой вот результат. Это, естественно, не некий какой-то конечный продукт, скорее, наверное, скетч, то есть тут есть с чем еще поработать. Ну, что называется, вот все, что успел сделать, все сделал. И это именно для демонстрации, ну, конечного результата. То есть, говорите, мы с вами будем о некой создании экстерьерной среды. В общем-то, несмотря на стиль, который вышел, на самом деле, совершенно случайно в последний момент, то есть тут сначала была идея сделать обычную, знаете, скучную архитектуру, то есть обычные домики, обычное небо, ясная погода и так далее. Но вот что-то потом, знаете, как-то накатило, вот, и получился, скорее, какой-то фэнтези, такой стайл. Несмотря на это, в общем-то, вы можете, знаете, включить свое воображение и представить, что вместо страшного домика современная архитектура, вместо дохлых деревьев обычные нормальные деревья и так далее. Соответственно, в принципе, техники, они совершенно идентичны будут для любого проекта. Ну, вот такой вот сеттинг немножко мрачноватый получился. Соответственно, как мы поступим сегодня? Сегодня будет, наверное, первая часть, потому что, скажем так, материала по данному проекту, его, конечно, очень много, его, наверное, семинара на два точно хватит. Поэтому сегодня я скорее буду говорить о геометрической составляющей. Как вы знаете, если брать правильную хронологию действий, сначала мы с вами делаем геометрию, потом мы производим текстурирование, то есть назначаем материалы и настраиваем мэппинг, только потом мы вроде как ставим свет. Это правильная последовательность действий. И вот сегодня я, конечно, большее внимание собираюсь уделить геометрическим каким-то вещам. Покажу, как это происходит. Притом, вторая идея семинара, конечно, всегда идеи несколько. Показать все это в рамках штатного 3D-макса. Показать, как можно объекты распределить по сцене, например, случайным образом, и с случайными размерами, случайной ориентацией. Как можно, например, изгорать или забор любой, опять же, провести по определенному пути, раскопировать и при этом не руками дергать каждый штакетник, а сделать это вот каждую секцию, или каждую секцию, а взять просто все это сделать автоматом. То есть некоторые такие, знаете, подходы, например, к созданию дорожных покрытий. Ну, в данную сцену, видите, в данную тематику дорожное покрытие какое-то асфальтное не очень вписывалось, поэтому я шлепнул некие камушки. Но смысл, опять же, в том, что часто задают вопрос, а вот как взять, и, соответственно, вот у меня есть дорога, у меня есть ландшафт какой-то очень бугристый, и я хочу провести, положить асфальт сверху, то есть какое-то дорожное покрытие. Как это сделать? Как совместить дорожное покрытие, которое изначально делается с плайном, абсолютно плоское, да, и, соответственно, геометрию. То есть вот такой был посыл какой-то, что называется, помочь людям, помочь 3D-максерам, которые не 20 лет уже, что называется, миской бреются, да, и в 3D-максе работают, а которые, ну, что называется, где-то на середине пути только постигают 3D-макс, которые не знают, что такое плагины, не знают, что такое какие-то, не знаю, чудовищные там дополнения, но хотят вот что-то такое получить. Поэтому сегодня все вот достаточно просто. Я хотел показать все, с одной стороны, достаточно простое. Понятное дело, что все, что я буду показывать, можно сделать обычно минимум 5-ю альтернативными средствами, может быть, более замороченными, может быть, даже по результату более такими, не знаю, визуально привлекательными. Вот, но то, что я покажу, может сделать, грубо говоря, каждый, кто там, не знаю, прошел у нас курс первый, курс там основы визуализации, ну, и может быть, кто там, может быть, чуть-чуть сложного моделирования, то есть вот как-то вот так. Окей. Конечно, когда мы с вами доберемся уже до текстурирования, именно до моментов, связанных с материалами, связанных с освещением, здесь уже, конечно, это уже будет для пользователей, которые хотя бы представляют себе, что такое V-Ray, потому что это все сделано в V-Ray именно с точки зрения визуализации, и которые представляют себе, что такое сложный мэппинг. Вот, в частности, да, опять же, у нас есть курс, он называется «Сложное текстурирование». Вот, какие-то элементы, они будут требовать уже такой более серьезной подготовки. А вот геометрическая составляющая, она простенькая, но при этом очень полезная, как я считаю, для новичка. Окей. Итак, приступим. В общем-то, результат перед вами. Ничего так весело, есть какая-то задумка у вас в голове, у заказчика в голове. Все начинается обычно, конечно, с референса. Референс может быть двух видов. Это может быть просто картинка, нарисованная вот так в перспективе. В этом случае, конечно, вам придется воспользоваться утилитой. Я уже рассказывал про нее в семинарах. Это перспектив-мэч, так называемый. То есть, если речь идет именно про работу с какой-то картинкой, обычной, нарисованной от руки, или еще как-то в растре как-то нарисованной, вам придется, конечно, по фотографии вы моделите. Тогда вам придется использовать перспектив-мэч, чтобы установить вот эти направляющие перспективные и по ним производить моделинг. Но мы с вами будем считать, что, конечно, для ландшафтного дизайна должен быть какой-то а-ля вид сверху. То есть, должно быть подобие чертежа. Чертеж может быть выполнен как угодно. Может быть, в автокаде он может быть серьезно проработан, с линиями высоты какими-нибудь. То есть, может быть, банально нарисованный от руки и отсканенный. Знаете, бывает такое, заказчики бывают очень разные. Бывает, что это просто маляка такая от руки, нарисованная карандашиком. Ну, вот, соответственно, будем считать, что у нас с вами нам еще, может быть, повезло, и заказчик нам нарисовал какую-то такую, знаете, картинку, ведь сверху карандашом, и сказал, что я хочу, вот у меня такое вот возвышение, вот тут будет у меня домик, соответственно, вот тропинка, мостик, речка. Ну и некий вот здесь, соответственно, вот отсюда камера смотрит. Вот красненьким он пометит, скажет, я хочу вот как бы вот так на склон смотреть, вот чтобы видеть домик и все такое прочее. Соответственно, ну, ваша задача вот это максимально использовать себе на пользу. Для этих целей, конечно, необходимо вот этот референс переместить в 3D Max. Это, я думаю, умеют все, потому что мы учимся этому с самого первого курса. Ну, вот где-то оно у меня тут уже есть, чтобы не особо заморачиваться. Называется референс. Кто-нибудь видит такой файл? Вот он, да. Ну, соответственно, первое, что вы создаете, это вот такой полноразмерный референс, имеющий правильные пропорции. Заметьте, что все канонично, все правильно. То есть у нас референс имеет правильные размеры и пропорции, не загораживает обзор снизу. То есть я должен иметь возможность в процессе работы с обратной стороны всегда смотреть на процесс и на модели свои, соответственно. выбрать я его тоже не могу. Видите, он заморожен и, соответственно, серая заливка при заморозке отключена. Ну, вот такой, видите, убогий достаточно мне достался референс от заказчика. Или, может быть, это я, по его словам, что-то набросал себе хоть как-то, чтобы представлять, что будет дальше происходить. Ну, а дальше вам ничего не остается, кроме как замоделить все это дело. А вот, опять же, да, к вопросу о методах моделирования ландшафтов. На самом деле методов очень много. Даже в базовом 3D Max можно воспользоваться минимум четырьмя различными средствами. Это банальный моделинг полигонами, это карты высот, например, displays, это утилиты, которые тоже у нас на курсах изучают, она называется terrain, то есть когда вы создаете сплайны как линии высоты и по ним потом автоматически создается геометрия. Ну и вплоть до всяких плагинов, типа SplineLand или что-то в этом духе, когда вы покупаете дополнительные какие-то модули, и они вообще типа облегчают вам жизнь. Вот сегодня, как я уже говорил, хотел сделать семинар доступным, сегодня мы поговорим о самом базовом методе моделинга, это банальное моделирование при помощи поликов. Все более-менее представляют, что такое поле моделирования. Вот, соответственно, я начну, как обычно, мы на сложном моделировании это делаем. Я создам некий play. Тут на ваше усмотрение его можно сразу распилить на полигоны, ну тогда может быть, то есть вам нужно сеточку, я имею в виду настроить, вот, и вы решаете сразу вам сетку сделать достаточно плотной, вот, или, например, действовать более аккуратно, но более кропотливо. Это когда вы создаете один-единственный полик, соответственно, переводите в поверхность, выходите на вертексы, ну и здесь вам придется, конечно, сетку прорабатывать руками. Вот, я, наверное, возьму, знаете, что-то среднее, хочется какую-то сетку получить, такую, знаете, чтобы какое-то деление, может быть, на полике уже было. Да, пожалуй, как так я и сделаю. Ну и, соответственно, а дальше уже посмотрю по... как пойдет. Добавить сегментов, это, как мы знаем, не проблема. Ну вот, соответственно, конвертирую в поле. И первым делом, конечно, надо обозначить вот границы реки, потому что река у нас с вами является, по сути, уровнем моря, это некий ноль, относительно которого остальной ландшафт вы будете, ну, мы с вами будем поднимать, поэтому я подгоняю ребра под линии на чертеже. В данном случае, вот как раз то, о чем я говорю, линии не хватило, не хватило поперечной линии, как минимум, но добавить линию несложно. Команды типа connect, cut и так далее позволяют нам оперативно решать эти вопросы. Соответственно, вот вторая линия пошла. То есть, видите, я не в тупую полигоны задаю просто, а бы и что бы было. Я, когда задавал сетку, я уже знал, куда я эти точки подащу. То есть, самое важное понимать минимально, куда вы денете эти точки, зачем, как они будут использоваться. Вот здесь перегиб, здесь опять придется уплотнить сеточку немножечко. То есть, опять же, можно cut, можно connect, это на ваше усмотрение. Сейчас панельку двойную сделаю. Вот, например, команда cut. Вот так вот протяну линию раз. Позволит мне вот здесь уточнить форму. Ну и, соответственно, дальше можно, наверное, будет уже отсюда же, cut, так вот провести дополнительную линию. По поводу N-гонов, да, то есть мы с вами всегда говорим о том, что всякие такие неравномерные, не четырехугольные структуры, это вроде как мы их не очень любим. Но в данном случае пока что можно, наверное, распилить на четырехугольнички и увести куда-нибудь до конца вот сюда, если есть такая необходимость. Можно вообще временно забить и решить эту проблему уже, когда она действительно станет проблемой, когда вы увидите, что у вас, ну, ландшафт как-то не строится или что-то с ним не так. Вот здесь, соответственно, опять же, N-гон можно распилить. Хотя все равно создается точка обычно, в которой входит больше четырех ребер, поэтому я бы не особо заморачивался на эту тему. Окей. Значит, вот я получил сетку, которая позволит мне совершить задуманное. То есть я по факту имею, смотрите, вот полигональную область, которую можно что делать? Поднимать. И вот полигональную область. То есть у меня есть как бы два берега, которые полигонально обособлены, и я могу их, собственно, вытащить. Ну, в общем-то, этим я и займусь. Обычная команда Extrude. Вот мне в этом поможет. Вот так вот поднимаем на определенную высоту, на какую-то, может быть, пока начальную. То есть я, конечно, на самом деле, когда работаю, я знаю, что у меня там от уровня моря, от нуля, максимальная высота, вот, например, на которой будет фундамент дома, на которой дом будет стоить. Например, я знаю, что она вот, ну, четыре клетки там, да, там, 400 единиц, например. Ну, можем так поступить. Вот, соответственно, я поднимаю там сначала на небольшую высоту, допустим, вот ближайшую часть. А самая высокая часть, где дом будет стоять, она будет еще выше. Ну, в общем-то, как-то так оно происходит. Дальше обычно работаю по вершинам. По вершинам я как раз сейчас собираюсь поднять себе нужным образом ландшафт. Вот, для этого выбираю точечки. Вот, я их приподнимаю на нужную мне высоту, на высоту, где будет стоять домик. То есть вот эту площадку себе организовываю. А дальше, видите, вот этот вот плавно весь ландшафт пытаюсь подтянуть. Вот, я думаю, больше не надо. Дальше мы с вами, ну, можем, если на картинку смотреть, на наш шаля вот такой вот рендер. Мы видим, что берега немножко разные, здесь покруче, там плавно он уходит вот туда, куда-то. Опять же, вот именно эти вещи решаются на самом низком уровне с точки зрения топологии. Здесь вам надо вот так приподнять будет, соответственно, чтобы потом, когда сетка уплотнится, это не оказалось для вас непосильной задачей. Потому что чем плотнее сетка, тем сложнее работать с общей большой формой. Здесь, наверное, я сделаю по-другому. Здесь мне нужно задать более такой плавный спуск, более плавный берег, поэтому я буду точки верхней чуть-чуть. Прекрасно. Вот такой вот, видите, у меня достаточно простенький сейчас результат. Тут надо отметить какой момент. Желательно максимально рано понять, все ли в порядке с ракурсом. То есть вам вот нарисовали, вот отсюда камера будет смотреть. Я вот предпочитаю камеру подгонять сразу, потому что как только вы скадрируете себе работу, то есть у вас есть кадр совершенно определенный, в рамках которого вы работаете, вы сразу как-то в голове проясняется, вы понимаете, что не надо хвататься за вещи, которые в кадр не входят, например. То есть будете работать совершенно с конкретными вещами и деталями. Поэтому я полупрозрачным сделаю сам ландшафт. И вот где-то здесь. Это можно делать по-разному. Можно физикал камеру поставить, например, просто на виде сверху, то есть растянуть ее вот таким вот образом, как вариант. Можно установить ее еще каким-то, на ваше усмотрение. Вот я создаю ее. Она у меня должна смотреть куда-то вот туда, то есть чуть такой вид, чуть снизу, может быть. Из камеры я сделаю вид буковкой С. Вот так можно немножко поискать, посмотреть, какой у меня центр рендера. Это где-то вот чуть правее от дома, вот где тропинка проходит. То есть цель туда завести, то есть как-то вот так, по крайней мере, чтобы понимать, как все это кадрировать. Ну вот, соответственно, у нас получается некий вид. Вот сейчас такой грубый, но зато вы уже понимаете, вот здесь будет дом стоять, вот здесь. Может быть, вам покажется, вот мне, например, кажется, что чуть-чуть я не дотянул, хочу повыше сделать вот именно вот эту часть. Хочу, чтобы дом стоял на возвышении вроде как. Но опять же, приподнимать нужно равномерно. Как-то вот так. Хорошо. И в принципе, в принципе, помимо вот таких моментов, еще было бы неплохо, наверное, сюда сразу поставить какие-то ориентиры. Вот когда работаешь вот так, если у меня, допустим, уже есть готовая геометрия дома, я предпочитаю ставить ее в самом начале, чтобы реально понимать, какое место дом будет занимать во всем этом безобразии. Соответственно, файл, команда Merge в командах Import. И вот вытащить пару ориентиров себе, то есть, если домик есть готовый, берете его прямо, вот, соответственно, затаскиваете, ну и более-менее ставите туда, где он, по идее, должен располагаться. Вот. Для этого, кстати, очень удобная команда есть. Если вы хотите, чтобы домик там, в частности, не проваливался никуда в ландшафт, с 15-го макса мы имеем счастье работать с командой Select and Place. Команда берет объект, и видите, она его лепит к геометрии. По умолчанию лепит она его опорной точкой, которая сейчас у дома посередине. Поэтому правой кнопкой нажимаем на Select and Place, находим кнопку Use Base as Pilot, то есть использовать середину основания как опорную точку. Если я нажму эту кнопку, посмотрите, как теперь классно двигается дом. он четко прилегает к моему ландшафту. Ну вот, соответственно, я его таким образом Select and Place позиционирую. Он у меня будет ориентиром. Сейчас вот из камеры смотрю, например. Опять же, ну вот как-то вот, да, приблизительно так. Может быть, даже чуть-чуть его левее. То есть камеру, наверное, просто надо поближе подвинуть. Или угол обзора камеры поменять, это уже на наше усмотрение. В локальных осях по Z. То есть, как-то, наверное, вот так. Из-за момента. Окей. Ну что ж, что происходит дальше обычно с ландшафтом? Ландшафт надо немножечко, конечно, более корректно проработать. Здесь я, пожалуй, задрал немножко вот этот край. Его я хочу опустить пониже. Таким вот образом. Дальше, конечно, применяем модификатор типа Turbo Smooth. То есть я хочу ландшафт сделать более гладким. Вот. Когда вы делаете что-то более гладким, как известно нам, какие-то жесткие углы, они размазываются. Поэтому, глядя там через тот же камерный вид, я вижу, что довольно четкий берег вот здесь у меня оплавился. Его необходимо фиксировать. Фиксация геометрическая нами тоже изучается. Поэтому линию ребер выбираю. И как вариант такой самой, наверное, тривиальной фиксации в режиме показывать конечный результат использовать команду Chamfer. Команда Chamfer придаст жесткости краю. При помощи размера фаски я буду регулировать эту жесткость. То есть помягче, пожестче я решаю сам. Ну и соответственно в определенный момент ставлю галочку OK. Получаю край такой, какой хочу. То есть здесь более пологий, а здесь видите такой более жесткий, как я изначально в принципе планировал. Ну замечательно. Когда у меня есть вот такая болванка что ли, в принципе можно даже пару итераций ей дать. То есть сделать ее более плотной по сеточке. Вот это видите приводит кстати к излишней фиксации. Может быть тогда сразу с двумя TurboSmooth'ами иногда имеет смысл просто посмотреть как это будет выглядеть. Тот Chamfer, который я сдаю. Да, чуть излишняя фиксация. То есть побольше сделать, чуть растянуть вот так вот. окей. Ну вот соответственно есть у меня теперь некое... Вот это кстати можно исправить, то есть если пожестче, помягче ребро, это не проблема. Хорошо, а вот дальше можно внести ряд каких-нибудь дополнительных деталей. Для этого применяем модификатор, например Edit Poly. То есть это надстройка модификаторов, которая с одной стороны не разрушает базовый объект, но при этом позволяет мне редактировать его. выбираю Paint Deformation. Есть такая замечательная штука. Paint Deformation это кисти. Опять же на сложном моделировании мы с вами их проходим. Это возможность сглаживать поверхность кистями или придавать ей какую-то дополнительную форму. В данном случае чего я хочу. Вот есть такая хитрость. Может быть здесь не очень хорошо видно, но вот здесь река на картинке она к центру становится глубже. Реально, то есть там геометрия глубже. Это приводит к тому, что вода, которая сделана правильно и физично и при изменении толщины начинает все больше поглощать свет. Вы видите, что здесь я вижу дно, правильно? А вот здесь уже я вижу, что оно постепенно постепенно как бы уходит вглубь. Соответственно, вот чтобы такой эффект у вас получился при помощи материалов V-Ray, вы должны сначала обеспечить правильную геометрию дна. Она должна реально в центре быть продавлена. Поэтому я, собственно, вот так я и поступил. Я просто-напросто взял большую-большую кисточку. Сейчас только цвет тут у ландшафта, конечно, отвратительный. Как-то темнее хочется. Вот. Взял большую-большую кисточку. Вот как-то вот так. Brush Size, размер кисти. И с зажатым Alt, только Push Pull Value, да, тоже силу кисти увеличил. И с зажатым Alt я вот так вот прошелся по речке, по центру речки, дабы, что называется, углубить и расширить. Вот. Может быть, Push Pull Value теперь помягче. И вот так краешки еще тоже вот так, что называется, притопить. Здесь можно сетку включить, посмотреть, как это будет выглядеть. Вот так. Значит, тут какой момент? сетка немножко ломается. Многие говорят, ну вот, что-то какое-то все угловатое. Да, есть такой момент, Push Pull Value этим славится, особенно на низком полигонаже вы получите немножко такую сетку мятую. Но есть кисть Relax. А кисть Relax это совершенно замечательная вещь, потому что она усредняет углы и расстояние между вершинами. То есть, после того, как вы Push Pull Value побаловались, берете Relax и вот вы заметите, что я равномерно кликая, так вот, ну, последовательно кликая, привожу все это дело в порядок. Вот здесь тоже помялось все. Вряд ли это кто-то увидит, конечно, но я вот в этом плане люблю, чтобы все было тип-топ, что называется. Вот. И вот так вот я все разглаживаю по максимуму. Также кистями, в принципе, можно добавить наоборот каких-то неровностей на самом ландшафте. То есть, если вам кажется, что ландшафт там слишком ровный, добавься с Alt, с Control. Это всегда любые такие, то, что он по-английски называется Imperfections, то есть, любые такие, знаете, отклонения от каких-то совершенных или ровных линий всегда выглядят хорошо, особенно, когда речь касается живой природы. То есть, в этом плане можете даже не сомневаться, что вы только от этого только выиграете, соответственно. Вот. Ну и, в общем-то, пожалуй, с точки зрения геометрии именно ландшафта я пока закончу, потому что если впоследствии мне и придется что-то делать, то это уже будет совсем-совсем потом. То есть, вот сейчас я смотрю, понимаю, да, вот мне нравится, то есть, речка в нужную сторону уходит, все в порядке, все прекрасно, домик стоит, где мне хочется. это вот такой, ну да, опять немножко релакс, вот там, где я, вот эти вот, задрал высоко вот эти вещи, да, еще немножко релакс вот здесь. Окей. То есть, многие говорят, да релакс же взял, все убрал обратно. Нет, на самом деле не убрал, то есть, вы будете видеть эти неровности, они вроде как незаметны, но на механическом рендере это очень сильно сказывается всегда. Прекрасно. Ну что ж, я думаю, здесь все было тривиально, все было просто, собственно, так и задумывалось сегодня. Ну и вот следующий шаг, создание речки. Вообще, еще один интересный момент, потому что создание всяких, вот, что называется, водоемов, может быть, как задачей простой, так и сложной, потому что, если вам просто нужно, чтобы это типа была какая-то а-ля вода, то это одно. А если вам нужно, чтобы это выглядело как настоящий там речной поток, который, ударяясь об камни, выдает пену, брызги и так далее, здесь совсем другое. Сегодня, несмотря на то, что это максимально простой вариант, вот я вам сегодня показываю, заметьте, что выглядит он вполне добро. Вы не поверите, друзья, я уже раскрою тайну, потому что я сейчас буду это делать, это plane. Это просто plane. Ничего такого. И, конечно же, тем способом, который я сегодня покажу, да, создание плейда, нельзя сделать бурлящий поток, только если в фотошопе дорисовать потом. Тем не менее, вот для каких-то статичных водоемов или медленно движущейся воды оно смотрится неплохо. Вот здесь, на самом деле, соль вся вообще не в геометрии и не в каких-то, ну, допустим, чем можно сделать хороший такой поток, там, речку, например. Есть такой плагин, замечательный, называется RealFlow. Это динамика жидкостей. То есть, вы просто задаете некий эмиттер, источник воды, пускаете его в пустое русло, он часиков 8 считает вам, как вода двигалась по определенной вот этой вот впадине, потом вы все это фиксируете в виде сетки, применяете материал и получаете прям с брызгами, со всеми делами, все красиво, все замечательно. То есть, если вам нужна динамика жидкостей, это, ну, это уже не в 3D Max, короче говоря, в любом случае, это какой-то дополнительный плагин или вообще отдельное приложение. В данном случае вещь очень простая, я беру самый банальный plane, то есть, плоскую геометрию, создаю вот так, прям вот, что называется, поверх, и вы заметите, что у меня она как бы сама по себе заполнила речку. Здесь, в общем-то, то есть, поскольку я плясал от нуля, от мирового, то есть, от некой нулевой плоскости, то, в принципе, оно уже само почти легло как надо, мне лишь осталось его немножечко доработать. Как бывает? Бывает, что хочется, вот здесь, на самом деле, речка, она немножко идет вверх, то есть, идет уклон ведь вверх, правильно? Речка, она, соответственно, под неким течет небольшим углом, то если хочется это сделать, в данном случае придется геометрически, руками, выправить вот этот plane. Во-первых, приподнять его, конечно, надо чуть-чуть, да, вот как-то вот так. Ну, кстати, здесь заметил, что кисточкой многовато взял, и у меня все это в воду провалилось, видите, там колодец получился. Вот, соответственно, если у вас идет уклон наверх, берете вот эту геометрию и прям по точечкам, то есть, задаете верхний порог, вот я вижу вот там его, а потом к нему просто усредняете все остальное. Вот так. Чуть-чуть надо подтянуть его. Вот таким вот очень незамысловатым образом. Вся остальная магия, друзья, это просто материал. Это материал V-Ray с специальной картой. Ну, об этом я, скорее всего, расскажу вам, наверное, хотя, может, сегодня успею. Пока не знаю, посмотрим. И вот, даже вот так вы уже понимаете, что это оно. То есть, я уже, у меня какая-то складывается более-менее цельная картина. Вот мой вид, вот два берега, вот река, которая заворачивает куда-то туда. Соответственно, жизнь прекрасна и удивительна. Я молодец. Ладно, значит, двигаемся дальше. Следующий момент, который можно было бы рассмотреть. Это уже объекты наполнения сцены. То есть, на этом этапе вы уже думаете, ну, конечно, можно еще, может быть, вы поигрались немножко с материалами, а потом вы начинаете думать, мне нужны какие-то объекты наполнения. Например, мне нужны камни в воду. Помним, да, вот, камушки. Почему бы не покидать их туда? Вот. Потом, впоследствии, вы там захотите еще деревья посадить. И вопрос-то не в том, где взять камни. Я думаю, сейчас даже дети младшего школьного возраста качают из интернета готовые 3D-модели и делают с ними любые непотребства. Вопрос обычно в дистрибуции, скажем так, в распространении модели на ландшафте. То есть, тут идея в чем? Хочется взять и, например, камни раскидать по ландшафту, во-первых, там, где мне надо, а во-вторых, я же не буду делать, вот мне, допустим, надо 30 камней, чтобы вот разных, разных размеров, разных там, разного всего. Не буду же я делать 30 камней моделить руками. Хочется, наверное, взять пару-тройку экземпляров камней, а чтобы все остальные, выкладываясь на ландшафт, меняли свои масштабы случайным образом, меняли ориентацию в пространстве, так, чтобы в результате показалось, что все это 50 разных камней. Вот, в данном случае камней, конечно, не 50, их тут можно насчитать с десяток, но на самом деле было взято всего три экземпляра, три камушка, а дальше была применена такая штука, которую я, собственно, очень хотел вам сегодня показать. Вообще, вы не поверите, на самом деле, вся тема, весь сегодняшний семинар вырос из вот того, что я сейчас вам расскажу. Я сначала хотел показать одну единственную утилиту, а потом меня понесло. Вот. Штука эта появилась уже не то, чтобы недавно, но называется она Object Paint. Сейчас. Значит, опять же, способов распределять объекты по поверхностям, их очень много. это стандартный скеттер утилита, например, скеттер в Максе, это куча плагинов, типа там, какой-нибудь мультискеттер, суперскеттер, и вообще, и что там только не придумали по этому поводу. Вот. Но мы говорим про штатный, самый суперштатный Макс, и самый такой, знаете, интуитивно понятный подход. А Object Paint, это очень понятно, потому что это кисточка, обычная кисточка, вот как в Photoshop или в Paint, но которая рисует объектами по поверхности другого объекта. То есть вы выбираете один, два, пять, сколько угодно объектов, говорите кисточке, слушай, мне нужно раскидать вот эти объекты по поверхности, она спросит вас из разряда хозяина, как раскидывать, вы ей скажете случайным образом, с случайным масштабом, случайной ориентацией в пространстве. И она вам понараскидывает так, что даже там, не знаю, три камня будут смотреться как сто различных. Вот такая вот история. Правда, иногда кладет она их на поверхность немножко олиповато, в этом случае, что называется, все это надо напильником, ну то есть руками просто немножко там их еще подвигать. Давайте посмотрим, что я сейчас сделаю. Во-первых, кстати, я все это назову, очень не люблю неназванные объекты, это потом становится мукой вашей же собственной, поэтому ландшафт это ландшафт, вода это вода, домик это домик. Это все прекрасно. Воду я могу сделать полупрозрачной, для этого, как вы поняли, я использую команду see-through, это сделать ну видимым насквозь. Ну и соответственно, дальше выглядит это следующим образом. Вы где-то в интернетах накачали каменюк. Я скачал камни, у меня есть целый файл, он называется камушки, видите? В нем присутствует три камня под порядковыми номерами. Упс, да, друзья, это был эпик фейл, сейчас один момент. он соответственно 13, 17, 19, окей. Вот эти камушки, вот они, посмотрите внимательно. Значит, сейчас мы чего не коснемся, опять же, их текстурирование, то есть, там, конечно, когда вы качаете, понятно, еще и не веры, когда вы качаете объекты, на них иногда бывают материалы, иногда не бывает, а иногда даже, когда они бывают, вам все равно они не нравятся, ну, в общем, там что-то такое есть и бог с ним. Вот, про материал не говорю, я потом материал все равно сделаю свои, даже, даже если на базе тех материалов, которые уже там были. Вот, в общем, смотрите, они у меня где-то рядышком лежат, вот они, это как бы мои экземпляры, я их просто положил рядом, а дальше у нас с вами есть такая штука в 3D Max, она называется, да, и она бывает, что пропадает, она называется Ribbon, есть такое меню, оно, его полное название Graphite Modeling Tools, и по умолчанию оно тут есть, но люди его не любят, потому что оно место тратит, рабочее пространство крадет, при этом толку от него вроде как никакого, вот сегодня нам оно пригодится, поэтому я Ribbon верну все-таки обратно, вот оно, видите, и у меня, кстати, сразу вывалилась правильная вкладка, он прямо прочитал мои мысли, на самом деле, вот так, изначально она выглядит вот так, то есть тут вот вкладочки, всякие разные интересные втутики, никому не понятные, и вот среди них есть Object Paint, я его открою, он вот так вот развернется, а дальше посмотрим настройки, первое, что вы выбираете, это чем рисовать, смотрите, вот тут кисть нарисована, справа стрелочка, на стрелочку нажимаете, есть вариант Paint with selected objects, то есть рисовать выбранными объектами, да, то есть если у меня выбранный камень, я прямо сейчас мог бы начать уже ими возюкать по поверхности, но это не очень удобно, потому что я собираюсь как раз рисовать не по, не рисовать выбранными объектами, я собираюсь рисовать по выбранному объекту, то есть смотрите, объектов может быть миллион, возможно что ландшафт, на нем могут стоять деревья, уже у вас вода, у вас то-сё, пятое-десятое, а вы хотите рисовать только на ландшафте, вот самый удобный способ это выбрать ландшафт и выбрать рисовать только на выбранном объекте, а это уже автоматически исключает вариант рисовать выбранными объектами, как вы можете понять, поэтому мы воспользуемся способом номер два, он называется Paint with objects in list, то есть рисовать объектами из списка, я нажимаю эту кнопку, он говорит, дружище, а список-то пустой, а вот тут как раз, смотрите, у меня камни выбраны, я просто-напросто нажму кнопку добавить в список выбранные объекты, и мои три камушка оказались в списке тех объектов, которыми я теперь буду рисовать, то есть всё, я их поместил в список, мне они больше не нужны, и выбирать их, то есть держать их выбранными уже нет никакого смысла, потому что теперь кисть будет рисовать именно ими, прекрасно, закрываю меню, снимаю выделение с камней, выбираю ландшафт, и вот как раз второй момент зовётся Paint on, то есть рисовать на, раскрываю, варианты рисовать на сетке, рисовать на выбранных объектах, или рисовать на всей сцене, в данном случае мне как раз нужно рисовать на выбранных объектах, Selected Objects, я выбрал, вот так, значит, если что, список потом подрихтовать можно вот здесь, Object List, вот он, значит, вот здесь мы с вами находим параметр Offset, это расстояние между камнями, то есть, если вы непрерывно зажмёте левую кнопку и будете просто тащить её как кисточку, вот этот параметр будет задавать расстояние между двумя ближайшими камушками. Ну, на вскидку, я думаю, что мне необходимо, опять же, я обычно по сетке ориентируюсь, я вот смотрю, вот сколько тут, я думаю, единиц 400 уж по-всякому надо, не надо мне очень часто рядом друг с дружкой камушки ставить, будет 400 единиц. Вот, соответственно, align Z это правильно, это будет align по вертикали, то есть, выравнивание объекта к другому объекту будет по вертикали, это нормально. Вот, соответственно, вот здесь, друзья, задаётся распределение, при том, распределение, к сожалению, видите, тут нет случайного, ну, в смысле, как нет случайного, только случайное есть, то есть, если где-то есть рубильник, типа, равномерно случайно, то здесь вы просто задаёте процент случайности, то есть, процент отклонения от вот этого спейсинга. Грубо говоря, если у вас спейсинг там 400 единиц, вы можете здесь задать, что, ну, там, на какое-то количество единиц каждый камень может отклониться от этого вот расстояния. Дальше, поворот, опять же, поворот можно сделать каждому, типа, по иксу, сколько-то градусов, а можно сказать, вот здесь, видите, стрелочка, что random z, то есть, случайным образом каждый камень будет вокруг оси z повёрнут относительно всех предыдущих. И вот последнее, то, что прям must have, это, конечно, масштабирование. Масштабирование по умолчанию, то есть, масштаб по умолчанию задаётся вот здесь. Но меня не интересует масштаб, мне интересует, а можно ли, чтобы каждый камушек был своего размера? Правильно? Это ведь самое интересное. поэтому я вот здесь раскрою списочек и выберу random. В этом случае вы увидите диапазоны, смотрите, от 20% до 200. Это вероятность изменения масштаба каждого камня при, собственно, использовании кисти. Надо сказать ещё, что можно унифицированно менять масштаб. То есть, вот сейчас по каждой из трёх осей каждый камень будет иметь одинаковое искажение. А вот есть такая кнопочка замечательная Uniform Scale. Вот если её отжать, то по каждой оси масштаб будет меняться рандомно. Иногда это хорошо, но, знаете, бывает, что камушки, например, сильно плющит. То есть, это ведь случайным образом происходит. То есть, можно оставить, но потом придётся отбраковывать камни, которые люто сплющило. Ну, вот единственное, что. Окей. Ладно, оставлю Uniform. Я думаю, здесь понятно. И каждый сам дома немножко поэкспериментировав, разберётся с тем, как, чего, почему, к чему. Я же, собственно, попробую наваять. Вообще, желательно видеть камеру, потому что, опять же, вставать камни там, где я не увижу их в финальном рендере, ну, бессмысленно и беспощадно. желательно, наверное, сделать вот так. То есть, два вида. Один, соответственно, камерный, а во втором я, что называется, творю. Да, в камерном виде Shift-F обязательно. Я обязательно должен пропорции соблюдать своего рендера, соотношение сторон. но дальше всё просто. Когда всё это настроено, кнопочку я нажимаю Paint и возюкаю по сцене. Значит, совершенно не является моей какой-то, моим святым долгом зажимать и тащить. Я могу просто нажать здесь, нажать, чуть потянуть здесь, потянуть вот здесь, нажать, потянуть здесь. То есть, собственно, вы можете вот пользоваться как кистью, как вот зажали, потянули, так и одиночными щелчками. И, в общем-то, никто вам за это ничего не скажет. Вот. Опять же, я думаю, идея понятна. Размер, конечно, камней что-то меня не очень устраивает. Я вот не знаю, здесь надо посмотреть на рендере, как это будет выглядеть. Ну, нет, в принципе, ничего. Вот. Можно было бы чуть побольше их, конечно. Там, не знаю. Ладно, пусть будет там от 50 до 300, например. О, вот как-то вот так, процент. Процентов, конечно, масштаба. Вот. Ну, в общем, так, сейчас, секунду. Да. Вот здесь мы это сделаем еще разочек. Вот. Можно, в принципе, кстати, прямо в камерном виде тоже камушков выложить. Почему нет? Здесь, видите, удобнее будет именно в плане, то, что они попадут куда надо относительно берега. Вот я хочу, чтобы они вот. Камушки, которые вот здесь, ну, видите, я такой достаточно сделал глубокую реку. Там у меня, кстати, помельче, то есть надо уровень воды понижать. Поэтому камни, которые торчат вот отсюда, ну, у меня вот такой, видите, нет мелкоты. Ну, в общем-то, я думаю, идея понятна. там выкладываете, и все будет хорошо. Прекрасно. Соответственно, такая вот утилитка, видите, буквально 10-минутная в плане объяснений, а сколько от нее на самом деле фана, и насколько она в некоторых случаях упрощает рабочий процесс. Вот. Забегая вперед, скажу, что я похожим образом создавал, на самом деле, даже не совсем, ну, и деревья раскидывал. Даже не совсем это прикольно. Я на самом деле еще, потом вам покажу, я сделал, у меня же на самом деле на рендере вот этот вот, вот этот чумовой лес. Это ведь на самом деле просто картинка. Но создал я ее на основе реальной геометрии вот этих деревьев именно при помощи вот этой вот Object Paint Utility. То есть я покажу вам потом, как это делать. это очень тоже здорово. Но вот в результате на самом деле задний фон, вот этот классный, он сделан вот так. То есть изначально вот это вот что. Это просто картинка с альфа-каналом, которая стала ширмой для всей моей сцены сзади. И здесь тоже Object Paint использовался для работы. Вот. Я высаживал деревья случайным образом, со случайными масштабами. Ну что ж, здорово, неплохо, мне все нравится. И вот следующий шаг, да, с Object Paint я на сейчас заканчиваю, потом он еще к нам вернется когда-нибудь. Наверное, уже не на этом семинаре. Вот. А следующий шаг и следующий момент, который тоже хотел бы рассказать народу, создание дорожных покрытий. Вот в данном случае, как я уже говорил, дорожное покрытие было вроде некуда сунуть. Поэтому я такие, а-ля, знаете, просто камушки натолкал туда. Ну, а-ля, какой-то там что-то насыпали, какой-то, не знаю, это может быть гравель, просто какие-то камни. Не принципиально. Но главное, чтобы потом вы в своих экстерьерах современных, где потребуется прям асфальт положить, смогли вот это повторить. Поэтому такая, знаете, достаточно актуальная вещь. Окей. И выглядит она следующим образом. Опять же, еще один подход, который я бы не назвал единственным. Вот так вот. То есть, спрячу воду. Есть варианты другие, есть варианты более даже, я бы сказал, более точные. есть такие, но они более такие сложные. Здесь реализация тривиальна на уровне нашего курса по сложному моделированию. Ничего сложнее этого тут нет. И то такая база. Любой человек, который посмотрит видео, вот это сможет повторить этот рабочий процесс. Выглядит он просто. Конечно же, повторяю линию дороги. Я вот хочу сейчас дорогу провести. Конечно, линию дороги я повторяю при помощи сплайнов. Сплайн это завсегда наш инструмент в плане рисования линий. И единственное, что линию я буду рисовать просто так в воздухе. Действительно, иногда хочется прямо вот нарисовать плоскую линию, а потом ее положить. Не мучиться, не корячиться по ландшафту, там, какими-то привязками, лютыми, пытаться что-то сделать. Вот просто тяну линию. Была у меня там какая-то задумка в плане мне заказчик что-то нарисовал, но будем считать, что я рисую по чертежу. Не буду сейчас заморачиваться. Соответственно, нарисовал я одну линию вот так точечку поставлю. Линия, конечно, вполне может быть криволинейной. Сейчас я подниму, посмотрю, кстати, как она относительно всего остального. Да, нормально. Вот, она может быть криволинейной, иметь какое-то сглаживание, то есть точки могут иметь любой известный вам тип. Потом, соответственно, вот я хотел просто показать таким, знаете, с разветвлением не просто одна дорога, потому что одну дорогу сделать легко, а вот когда она вот здесь уходит теперь еще и к дому, вот что делать в этом случае? Ну, сейчас посмотрим. Для этих целей придется сделать сплайновый каркас, на самом деле. То, что мы делаем на сложном моделировании, чуть-чуть времени этому посвящаем. Во-первых, я создам копию вот этой линии, ну, или сейчас подкорректирую сначала, а потом создам копию, чтобы она так ближе к берегу что-ли было. Вот так вот. Теперь я создам копию, вот так вот. У меня их как бы было две. Более-менее желательно, чтобы толщина была одинаковой, потому что, видите, тут дорожка очень хочет сузиться, это не очень хорошо. как я сплющу вот так капитально. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь разветвление. То есть, сплайновый каркас был совсем прост, но здесь придется немножко его усложнить. Здесь я сделаю вот так. Значит, вот по ширине дороги поставлю рефайном еще две точки на сплайн. Вот так и вот так. А дальше команды create line вот отсюда можно с привязкой к вертексам вот с привязкой к вертексам провести вот еще одну линию и ее тоже откопировать. или провести еще одну линию с привязкой уже вот здесь. Вот здесь привязка к вертексам меня немножко бетхертит уже. оп. Ну, вот как-то вот так у домика, короче говоря. вот эта точка вообще лишняя. Значит, когда я работал, самое главное, на что я обращал внимание, чтобы количество вершин на сплайнах было одинаковым. То есть, у меня вот у дорожки количество точек парно идет. Это сильно облегчает жизнь при создании сплайновых каркасов. Ну, а потом все достаточно тривиально. Есть такая команда cross-section она называется. Это соединение сплайнов в каркас. Кликаю в один сплайн, кликаю в другой и сплайны между собой вот этими парными точками соединяются. Прокатит только в том случае, если точек одинаковое количество. Если нет, вас ждет грусть, печаль и психотерапевты. И вот здесь то же самое. Раз, два. Вот так я соединил соответственно все в единый каркас. Вот теперь друзья, можно, я опущу сейчас вопрос о скруглении. То есть, можно понятно сплайны мучить, скруглять. Я просто не хочу тратить на это сейчас время, потому что потому. Короче говоря, сплайны все умеют рисовать, а в данном случае я не об этом. В общем, создали вы вот такую структуру. Я специально подниму. Это вот такой сплайновый каркас. Что с ним делать? Ну, каркасы мы превращаем обычно в геометрию. Для этого каркасу применяется специальный модификатор, как мы знаем. Модификатор этот называется на букву я сейчас, секунду. Называется Surface. Все сработает, друзья, только в том случае, если ваш вот этот вот еще раз каркас имеет правильную вот такую вот замкнутую топологию. То есть, состоит только из четырехугольных вот таких вот сплайновых кусочков. И в этом случае модификатор Surface делает вот так. Он его прям превратит в вот такую вот штуковину. В чем прелесть Surface? Он потом все это дробит, да, почему я там поликами... Нет, я мог и поликами кучи, есть альтернативных вариантов. В данном случае прелесть в том, что он равномерную сетку задаст, четырехугольную сам. Я могу сверху просто назначить Edit Poly и посмотреть. Смотрите, вот такую он даст мне сетку. то есть я ее потом просто плюхну на ландшафт. Прекрасно. Значит, соответственно, получил такой вот объект. У Surface есть один параметр важный, называется Steps. Вот я Edit Poly применил, чтобы видеть сетку, а Steps как раз эту сетку регулирует. То есть если вам поплотнее надо, увеличьте Steps. Хотите более точно положить покрытие на ландшафт, увеличьте. Если так тяп-ляп-тюнинг, то можно оставить как есть. То есть не нужно, чтобы он прилегал хорошо. Можно сетку сделать более разреженной. Ну что ж. И, пожалуй, дальше. Все, я могу убрать Edit Poly. Это было так просто. Теперь я могу просто в поле сконвертироваться. То есть вот, получить уже финальный редактируемый объект. Ну и вот дальше я просто посмотрю, как он там. вообще на ландшафт попадет или в реку свалится. Сейчас, ну-ка. Попадает, нормально рисовал. Вот, соответственно, вот дальше, собственно, этот самый трюк. В чем заключается? Трюк заключается в использовании специальной веселой утилиты. Раньше я вот, был такой у нас семинар, я проводил там, я показывал, как настенный фонарь моделируется, и там я показывал одну утилиту интересную, Shape Merge она называлась, она позволяла проецировать сплайны на поверхность трехмерной геометрии. На самом деле у Max есть еще одна интересная, тоже штатная утилита, она находится там же, где находится тот самый Shape Merge. Выбираю объект, вкладочка Create, Geometry, категория Compound Objects, и я нахожу такую забавную штуку, она называется Conform. Вот. Что даете Conform? Это возможность спроецировать геометрию на поверхность другой геометрии. Работает следующим образом, вам необходимо выбрать объект, который вы собираетесь, что называется, conformить, а дальше самое важное, это прям, если вы это пропустите, то все, что называется, дело наше труба. Нужно выбрать тот вид ортогональный, нужно быть в том виде, перпендикулярно которому, перпендикулярно плоскости которого вы собираетесь производить проецирование. Идея понятна, что сказал, да? Я думаю, всем понятно, окей. Вот, соответственно, это вид сверху, потому что я хочу, чтобы мой замечательный путь падал вниз. И вот здесь, конечно, я делаю вот так, еще раз, выбрал товарища, нажал conform, по факту можно было бы обойтись одной единственной кнопкой под названием pick wrap to object, то есть выбрать объект, к которому прилипнусь. прежде чем я это сделаю, я должен вот здесь внизу найти такую галочку в самом низу, которая называется hide wrap to object. Он по умолчанию создает копию вот этого объекта, он создаст мне копию вот этого ландшафта, и я хочу, чтобы она не маячила, а то у меня будет два одинаковых ландшафта друг на друге. Вот, чтобы этого не было, я говорю, спрячь, пожалуйста, объект, к которому ты прилипаешь. Вот, а дальше я нажимаю pick wrapped object и кликаю в ландшафт. Все. На виде сверху кажется, что почти ничего не произошло, правда? Но если вы глянете теперь вот сюда, то вы заметите, ура-ура, что дорожка легла четко на геометрию. Где-то, конечно, где сетка была не очень плотная, а ландшафт очень извилистый, есть вроде как некие провалы там. господи боже, ладно, пока обойдемся дефолт к онлайну. Ничего, не будем сейчас настраивать. Что такое страшное у нас? Почему мы так блестим? Сейчас, друзья, опять всех. А, ну, конечно, здравствуйте. просто контроль экспозиции у камеры. То есть, это выглядит вот так. Она немножко провалилась. Но, здесь, как бы, опять же, смотрите, два момента. Если у вас дорожное покрытие, то это не беда по причине, что вы все равно дорожное покрытие чуть приподнимите, вот, а потом, соответственно, создадите, то есть, сконвертите это в поле и создадите вот эту вот толщинку, да, все-таки у асфальта есть какая-то толщина по бокам. Вот с шифтом. Понимаете, в общем, я думаю идею, все понимают, все прекрасно, то есть, не будет проблемы. Для меня же, для человека, который собрался делать вот эти, ну, камушки вот эти, вообще нет проблем, потому что я, в принципе, хочу эту ландшафт, эту тропинку утопить. То есть, я наоборот, под ландшафт ее прячу, а потом технологии, которые называются V-Ray Displace, просто выдавлю эти камни, они пройдут сквозь вот эти ландшафты, прям камни будут как бы вкопаны в землю, как будто бы. Соответственно, пока я ее оставлю, потому что Displace сейчас пользоваться я не намерен, я сделаю это, ну, в урочный час, что называется, когда мы будем уже говорить не о геометрических моментах. но суммарно уже вот как-то так, уже неплохо. Вот, ну что ж, в принципе, да, если хочется точность подтянуть, опять же, как еще один вариант, не примените воспользоваться кистями, то есть, кисть та же Push-Pull, размер побольше, а Push-Pull Value минимальный, да, и вот аккуратненько вытащить вот эти вот участки из-под ландшафта можно было бы. Ну, потихонечку, видите, они вылезают, оп, в общем, я думаю, поняли идею, не буду заморачиваться сейчас с этим, в общем, это надо потихоньку вытащить. Ну что ж, прекрасно, все идет своим чередом, и последний шаг из вот такой именно геометрии, из каких-то геометрических ручных построений, которые мы посмотрим, это изгородь. Есть вот этот, ну, некий заборчик, который вам необходимо расположить в вашей сцене. Понятное дело, что заборчик вы с моделью отдельно, а точнее, когда вы такие вещи, ну, делаете, вы сразу понимаете, что забор это некая повторяющаяся постоянно геометрия, поэтому надо сделать одну-единственную секцию обычно, а потом ее просто каким-то образом раскопировать. По поводу именно моделинга тут, наверное, совсем смешно было бы долго об этом говорить, но я просто покажу, чтобы вдруг малые какие-то вопросы там возникли, как это сделать. Есть у меня уже готовый, естественно, вариант, чтобы не сильно мучиться, господи, только бы его найти, естественно. Вот он. Есть вот такой вот, видите, уже готовый объект, не обращайте внимания на то, что он вкрапинку, это последствия страшного текстурирования, но идея заключается в том, что вот такая вот штуковина сделана из набора цилиндров. Понятное дело, что вы там более-менее себе радиусы обычно представляете, создаете цилиндр, наклонили один, раскопировали в одну сторону, потом зеркально отобразили, у вас вот эти получились перекрестия, сделали верхний, нижний, в общем, все, что нужно. Короче, копировали кучу цилиндров. А потом ко всему вот этому великолепию мы можем все это приэтечить, то есть команда этеч сделать единым цельным объектом, а потом мы применяем небезызвестный всем модификатор, он называется Noise. Noise базовый модификатор, который создает колебания хаотичные на объекте, ну, так я его просто применю, параметром Scale шаг колебаний можно уменьшить, что надо с успехом здесь и сделать. Ну, да, силу при этом, конечно, я немножко перегну, то есть сила в данном случае поменьше. И вы получите, как будто это действительно живые палки, которые, естественно, неровные, такие немножко искривленные, соответственно, дальше там текстура завершит дело. Ну, у меня уже, как, наверное, вы видите, все прекрасно с этим. И, конечно, хотел я показать, как это все лепить. здесь я бы воспользовался такой замечательной штукой, которая прям вот вот такие массовые задачи расположения там заборов может решить. А еще один, это один, естественно, из вариантов. Я бы использовал такую штуку, она называется Path Deform. Path Deform является модификатором, который выбранную геометрию, скажем так, лепит к определенному пути. Первым делом, чтобы все получилось, мне, собственно, саму нужно нарисовать линию, то есть путь, по которому я собираюсь это все производить. Я выберу обычный line. И в данном случае мне понадобится привязка к поверхности, поэтому я использую именно фейсовую привязку. дальше тяну линию вдоль ну вот как мне надо, вдоль поверхности. Желательно не делать каких-то сильных там лютых перегибов, так, чтобы она более-менее была аккуратненько. Ну вот здесь придется сделать лютый перегиб, потому что здесь забор заворачивает. Вот. Как-то так. Ну и вот здесь там вот по нашему плану вторая изгрызь пойдет вот туда, куда-то туда и уйдет далеко-далеко. Упс, вот последняя точка провалилась. Надо следить за тем, чтобы точки не проваливались. Для этого желательно ставить точки на ребрах. То есть вот если через ребро пересечь, то проваливается линия, а вот если на ребре поставить точку, то не проваливается. Это очень логично на самом деле. Я нарисовал две линии. Вот. И теперь я сделаю файл импорт мерч. Опять же. Всегда в отдельных файлах готовлю наполнение, даже если делаю его сам. То есть вот у меня есть отдельный файл изгородь. Здесь есть названный уже объект, чтобы я не мучился и не искал его. Окей. Где-то там я его нахожу. Где-то там он висит. Опс, привязочку выключу. вот у меня экземпляр моей изгороди. А дальше я делаю с ней такую вещь. От по масштабу единственное, что я что-то как-то то ли промахнулся, а может быть и нет. Сейчас я вот его по домику померю, что ли. Сейчас один момент. Просто любопытно. Ну да, бывает такое, что с масштабом беда-беда. Все-таки объект я делал в воздухе, я даже никакими единицами измерения там не пользовался. Пожалуй, мелковат, да. Но это не проблема. Его надо отмасштабировать. То есть просто увеличить его масштаб. Вот это будет, я думаю, вполне. Ну ладно, может быть еще чуть-чуть. Ну да, вот это уже по-взрослому, что называется. Тут еще такой момент, что масштабирование мы не очень любим, потому что масштабирование это все-таки изменение относительного масштаба. Поэтому как вариант, есть два варианта развития событий. Один довольно сложный и непонятный для объяснения, а вот второй, то, что масштабировать можно на самом деле на подобъектных уровнях. И в этом случае только относительно общей точки, конечно. Вот. И в этом случае абсолютный масштаб меняется и никаких проблем не будет. Ну, второй способ, так уж, раз я о нем взаикнулся. Если вы отмасштабировали что-то, вот вам надо было в три раза увеличить объект. Но только, я извиняюсь, без особых пояснений, вот если вы что-то отмасштабировали, такое бывает, и хотите, чтобы вот эти 300 снова стали 100-100-100 для объекта, то есть снова вернуть ему его абсолютный масштаб, есть такая штука во вкладке Utilities, она называется Reset XForm, то есть обнулить масштаб. Нажимаете Reset Selected, модификатор XForm попадает на объект, а потом надо просто обрушить стек, то есть сконвертировать его в поле, это второй способ. Вот если я теперь зайду, вы увидите, что он снова имеет абсолютный масштаб 100-100-100. Такая вот хитрость, да. Ну что ж, теперь к делу, да, то, о чем я обещал рассказать, я выберу вот этот вот элемент изгороди и применю модификатор из World Space модификаторов, который называется Path Deform. Самая частая веселая ошибка, это когда вместо Path Deform выбирают Patch Deform и не очень понимают, что происходит. Path Deform, то есть деформация вдоль пути, я выбираю, первой же кнопкой нажимаю Pick Path, выбрать путь и кликаю вот в эту линию. Вторая кнопка, которую я нажимаю Move to Path, то есть передвинуть к пути, чтобы изгородь встала вот сюда, а дальше мне нужно выбрать правильную ось. Я смотрю, то, что это вроде как X, единственное, что надо сделать Flip, то есть инвертировать. Ну вот так вот она у меня, видите, расположилась, это не страшно, то есть даже если она вдруг оказалась там где-то под, соответственно, объектом, не очень важно. Кстати, мне интересно, почему, конечно же. А, ну да, потому что опорная точка после X-форма оказалась в верхнем правом углу. То есть он выравнивает объект по положению опорной точки. Поэтому, в принципе, если вы хотите, чтобы все было, знаете, как в аптеке, то в этом случае вам необходимо опорную точку установить. В данном случае я немножко делал с запасом, то есть чтобы она немножко вкопана была в ландшафт, вот эта палка. Поэтому мне не в минимум надо опорную точку поставить, а чуть выше, вот как-то вот так, например. И вот тогда попробую применить Path Deform, может быть он сжалится и надо мной будет нормально ставить вот эту вот штуковину. Соответственно, кликаю в линию. Упс, это я как раз только что промахнулся мимо модификатора, я молодец. Ну да. А вот, Pick Path, кликаю, смотрю, где он там, Move to Path уже на месте, выбираю ось X, смотрите-ка, а теперь делаю Flip. И вот как раз теперь она встала идеально, то есть я сразу вижу, что часть изгры стоит прям на нужном месте. Далее, что нужно сделать. Ну, дальше все просто, поскольку теперь, что бы вы ни делали, замечательный кусок изгороди будет прилеплен вот к этой линии, остается совершенно банальная вещь создать массив. Я думаю, все умеют создавать массивы. Единственное, что если я перфекционист, то я мог бы еще посмотреть длину, чтобы в массиве задать расстояние между элементами, мог бы, ну это так, как опциональный момент, который иногда бывает нужен, посмотреть длину вот этого объекта. Для этого на вкладке утилитис есть команда measure, то есть померить объект. Нажму и посмотрю, где чего у него. Вижу, что вот он по игреку, то есть вот его длина составляет 676 единиц. Ну, а дальше, дальше с этим знанием я нажимаю tools array, массив, превью, включаю кнопочку, и говорю, и говорю, что по Y, да, о, не по Y, по X, сейчас, стоп, 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 ап, так, сейчас, что-то она отвалилась, что ли, ну, и чего, а, галка flip куда-то делась. А вот, соответственно, еще раз, tools array, превью, да, и по оси их нужно задать в нужном направлении. То есть вот здесь прям можно задать прям, я не помню сколько, 600, там что-то там, ну, ладно, хорошо, не помню, значит, на глаз сделаю. И вот вы видите, как дружненько, стройными рядами мои замечательные товарищи распределяются вдоль линии. Ну, да, там 600 с гаком и получилось, не помню сколько. Вот. Значит, поскольку утилита array с недавних пор интерактивная, то есть можно крутиться, я прям подъезжаю, смотрю. У меня, кстати, как в аптеке, потому что я теперь добавлю элементов в массив и они прям строго как надо, не посередине, а в нужном месте преломляются, я нажимаю ОК. Вот такая вот история. Соответственно, вторым моментом будет такое же действие, я сделаю копию. Надо было, конечно, вначале ее сделать. Ну ладно, я сделаю копию еще одну, независимую, отменю Path Deform, вот она у меня, ее прикреплю к другой линии, снова выбираю, снова Path Deform, Pick Path, кликаю, Move to Path, ось, смотрю, перевернулась, значит, Flip, а дальше Tools, Array, Preview, ну и тут уже все будет настроено, потому что я уже, собственно, с этим работал, смотрю, сколько мне надо элементов массива, вот столько, судя по линии, нажимаю ОК. Ну и вот, собственно, на этом моя работа с изгородью, она закончилась, я считаю, что я молодец, я прекрасно потрудился, где там была вода еще, вот она вода, суммарно, вот именно чисто по геометрической части, если не брать, там потом дополнительных работ, кисточку по ландшафту чуть-чуть, если не брать создание мостика, ну я думаю, геометрия моста моделится на 5 секунд и не вызывает вопросов, это куча боксов, по сути, вот, то я, пожалуй, сейчас по геометрии сделал все, что, собственно, хотел, если говорить еще про деревья, не про фон, не про ширму, про ширму я вам обязательно в следующий раз расскажу, как такое создавать правильно, чтобы она была там с правильной перспективой и все такое, то изначально все было достаточно просто, я подготовил себе, опять же, но если говорить именно про деревья реальные, геометрические, вот которые на ближнем плане, вот эти вот, вот, которые растут по берегу, которые стоят за домиком, вот, вот эти деревья, конечно, просто-напросто были взяты, ну, как экземпляры, и тоже они были здесь, на самом деле, вручную, при помощи утилиты Select and Place я их расставлял, то есть, в данном случае, я их именно ставил уникальным образом, то есть, каждое дерево уникальное, и я его ставил, подбирал ему место, где оно смотрелось бы максимально красиво, а вот фон, это уже такая работа, что называется коллективная. Вот на этом, друзья мои, наше время, оно как раз, собственно, не подходит к концу, поэтому мы с вами вот это все просмотрели, мы молодцы, и теперь, если у кого-то есть какие-то вопросы, я готов их выслушать, их можно задать в чат, например, если это слушатели удаленные, а так, я вот призываю всех дома, вот, к следующему семинару, вы можете взять похожий какой-то пейзажик, какую-то любую архитектурную сцену, и попробовать похожим образом все это повторить, на следующем семинаре я обязательно расскажу, как при помощи V-Ray, материалов и всяких ухищрений добиться уже вот более-менее окончательно вот такого результата, расскажу, как вот так вот посадить плющ, чтобы он красиво рос по изгороди, и так далее, и тому подобное, то есть, в общем-то, мы как бы добьем вот эту вот сцену, плюс, конечно, здесь была небольшая постобработка в фотошопе, но, пожалуй, в основном с домиком только, я чуть-чуть домик сделал помрачнее, потому что на рендере он был слишком какой-то такой, знаете, солнечный и яркий, и мне пришлось его немножечко так увести в тень во многих местах и сделать больше всяких потеков на нем, а вот с ландшафт я практически не трогал так тоже помелочи, и мы будем закругляться потихонечку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok